не на эфириуме, это просто они делают какое-то свое решение. Все, что на эфириуме находятся в открытом доступе, просто потому что хранится в облачении. Нет, а вот такой есть вот контракт? Около пяти есть уже. Есть миллион контрактов, да, половина из них одинаковые. Нотариус, да. Да, сейчас идет очень большая работа по созданию вот этих вот контрактов. Люди пишут код, пишут шаблоны вот этих контрактов, которые могут там пользоваться другими. Вот, то есть создают вот какие-то фреймворки, какие-то кусочки, из которых потом можно создавать. Кто-то заканчивается. Кто заказывает. Кто заказывает, он что? В фреймворке из этого фреймворка. Ну, люди сами делали, вот, и, как бы, да, то есть кто-то получает финансирование. Сейчас очень много денег сыпется со всех сторон на все, что там, где есть блокчейн. В России. В России. Везде, везде. А большой объем кодов? А? Большой объем кодов? Кодов? Объем. Объем кода? Да. Ну, вот, ZDL, в котором голосование, управление токенами, еще что-то. Там как-то не очень много, да? 12, может. 8 страниц, я думаю, там тысяч 5-8 строк кодов. Просто бесконечность клика на 5-8 строк. Ну, это небольшие, небольшие. То есть можно написать тысячу строк кода и говорить, что товарищ, у меня стартап, и привлекать миллионы денег, ну, из-за реальной ситуации. Пока, пока, ну, сейчас вот такое время, когда для старта нужно очень-очень-очень мало, потому что мало людей, которые забираются технически, мало людей, которые понимают. Много людей, которые слышали в новостях, видели вот это, что они собрали 160 миллионов. Они собрали 160 миллионов за 8 тысяч строк кода, но потом потеряли. И остальных сделать. И вот пример как бы того, что регистрация прав на землю, но это еще не работает, но так они там работают с этими разговариваниями. Можно зайти на iflmproject.org и посмотреть, там есть имплементация кода простейших. Вот они свои монеточки тоже там есть. Да, ну вот я и говорю, простейшие монеточки сделать легко, а монеточки, которые включают вот это все, сделать очень сложно, этого еще никто не сделал, и когда будут делать, естественно, будут проблемы, там, и в общем, это сложно. То есть нужно работать. Для этого нужно образовывать разработчиков и создавать их, и в общем, пытаться все это сделать и узнать. Эфириум инструмент для создания бюрократии в блокчейне, то есть вот это вот все, куча там чиновников, нотариусов, все это бюрократик. В принципе, то же самое можно повторить на блокчейне. В принципе, чиновники должны быть взятки по смарт-контракту на блокчейне. Прозрачность, в самом начале я говорил, что блокчейн это инструмент для обеспечения прозрачности. Вот, то есть все могут... Ко мне в личку, значит, в социальных сетях пришел человек и рассказал, что сейчас, вот, ну, он вообще как бы с чиновником много работает, в его окружении очень много, кто начал брать взятки в биткоинах, и как бы, давай запилим вместе платформу. Ну, и понятно, что я не буду заниматься всех уголовных вещами. Ну почему? Конечно нет. Конечно нет. А в какой юрисдикции уголовная? Я не знаю, но как бы я сам на день не буду работать в таких вопросах. Ну правильно, мы же честно потеряли... А можешь контакты дать человеку? Ну вот он именно написал, что давай делать. А то у нас в юрисдикции это можно. Ну, нужен некоторый сервис, который, ну вот, среди его, как бы, история в том, что некоторые чиновники умеют брать взятки в биткоинах, а некоторые вообще не понимают, как это делают. Он их образовывает. Может быть, какой-то простой сервис, который бы позволил им не вникать. Мастер-клазный. Мастер-клазный. Как-то, как-то, в принципе. На свой приватный ключ? Самый простой — это просто для всех чиновников запилить свою крипту, где они могут просто строить На пол загнать, на кратинг, наслаждаться, брать, выпрямая и сделать пару миллионов Взятка Руда Взятка блокчейн.ру Я думаю, что это здорово, если они это сделают Потому что... Это автоматизация потребностей людей Анонимность, прозрачность, так что все эти люди будут у нас в общем Здесь на ладони Мы узнаем о них чуть-чуть больше Миксер тоже самый на эфире И хроник будет на ладошке Я же говорю, дискуссионные вопросы То есть, в принципе, можно обсудить Говорили еще примеры есть, да? Да, чуть-чуть примеров О, пример Ну, просто еще один пример Смарт-контракта, который может быть полезен Есть счет, на котором денежки Счет он управляет муж, жена, возможно, деньги Есть ограничения, то есть, каждая транзакция, которая приходит, код проверяет ее Сумма транзакций, например, за день За день я не могу потратить больше десяти тысяч Если я хочу потратить больше Купить стиральную машину, просто машину То мне нужно с женой поговорить И совместно принять это решение Опять же, могут быть какие-то сложности Например, я умер Ложности Да, и как-то жене нужно все-таки получить эти деньги То есть, могут быть Мультиподписи на месте есть просто? Ну, мультиподпись это все Чтобы потратить деньги, нужно договориться Смарт-контракт нужен зачем? Мультиподписи есть в биткоине Но в биткоине я не могу сделать ограничение, что Мне нельзя тратить больше десяти тысяч в день Для этого мне нужно все мои транзакции за день записать Заполнить, сложить, сравнить А в конце дня Старые транзакции забыть, а новые записывать То есть, именно вот эта логика, которую позволяют Кодировать смарт-контракты А можно еще один прикольный пример? Или не очень прикольный Предположим, у тебя есть Предположим, у тебя есть тысяча долларов В криптовалюте В биткоинах, например И тебе 100 тысяч долларов В криптовалюте Тебе немного стремно, что Поскольку криптовалюта скачет Как Дальше политическая шутка Молоденько Все знают, как меняется курс Биткоин раньше стоил 400 долларов Сейчас он 700 стоит До этого стоил 1200 Когда это стоило ничего Криптовалюта может сильно скакать на 20-30% в день Чтобы себя от этого обезопасить Можно рассмотреть такой смарт-контракт Ты кладешь туда 100 тысяч долларов в криптовалюте После чего, спустя месяц, он тебе возвращает 100 тысяч долларов в криптовалюте По тому курсу, который куча изменится Это называется хеджирование рисков Ты не рискуешь А кто рискует? А рискует чувак, который вступает с тобой в этот гамбл То есть есть люди, которые Считают, что куля будет в другую сторону А есть гамбл А банкротился и лук Донарные опционы Как на бирже, есть стакан тех, кто вступает, стакан тех, кто продает Продажа фьючерса Да, это есть фьючерс Фьючерс Все вот эти деривативы Как раз можно закодировать В виде смарт-контракта Насчет обезопасивания Очень легко сделать просто Криптовалютный кошелек Мы работаем над этой темой Который страхуется Приложуха, которая Трехфакторно Решифрует Если кошелек находится в нашей системе То этому кошельку больше доверия А если человек вне системы Допустим, который делает ценевые операции То ему меньше доверия И, соответственно, с этим человеком мало кто будет работать Все Мы работаем, да Как проект называется? Ко-иншуренс Еще раз Ко-иншуренс Ко-иншуренс Еще один претест Можно реализовать Самую простейшую Бытовую нужду для человека Это невыплата зарплаты на работе Пишется большой смарт-контракт Который предполагает То, что все работники При получении каких-то денег Все организации Получат автоматически На свои счета деньги То есть В принципе Это запасить тысячи людей От увольнений От невыплаты денег На протяжении месяцев То есть Деньги поступают На счет организации Автоматически Переводят Если нет денег на счет организации Автоматический кредит берется Автозайм Ну да API Пола Эти блендинги пропускают Да и наслаждаются Да Очень важно В Internet of Things Сделать эту проверку По посещаемости Работе Трезвости Трезвость бин-кодит В общем Вариантов использования Много В принципе Можно обсуждать Сейчас нам будет В конце Два проекта Которые Возможно Более подробно Возможно Делать можно Много всего Голосование Опять же В чатике В телеграммчике Как только он открылся Появился сразу Человек Дайте нам Какую-то информацию О том Кто делает голосование В блокчейне И мы там хотим Где-то До выборов Которые будут осенью Чтобы это было Вот Ну Как бы Голосование делается Но Все-таки Голосование Государственное Там должно быть Очень много условий И в принципе Таких голосований Не делалось То есть Чтобы люди считали Что голосование честное Нужно Чтобы Я Нужно их убедить В этом Ну да Нужно убедить То есть Что я Как голосующий Мог После голосования В каком-то Публичном Сайте Посмотреть Что Мой голос Действительно Учтен Он правильный Дальше У меня Не должно быть Возможности Доказать Кому-то Другому Вот Посмотри Там запись номер 123 И там Мой голос Иначе У меня появляется Возможность Подавать голоса Ну Или В моей организации Появляется Возможность Заставлять Меня под угрозой В обмене Вот То есть С одной стороны Я могу проверить С другой стороны Никому не могу доказать Это решается Если мы вводим Третье ограничение Что количество То есть Что Мы можем проверить Так же Что не были добавлены Новые участники То есть У меня на участники 1200 человек Не больше двух тысяч Может быть Ну да То есть У меня 1200 человек Ну и до 2000 Добавили каких-то Левых чуваков Бросить Добавили Все три Условия Вместе Они Я не знаю Решение Которое позволяло решить Эти проблемы Пока нет Можно В общем Можно делать всякие Смарт-контрактов Аукционы Реестр данных На эту Квартиру Игры Вставки Впрочем